Сталкер Сталкер Честно скажу, актер мне понравился еще с сериала «Игры в ложь». Если вы смотрели этот старый фильм, то обязательно посмотрите сериал. В данном кино главный герой предстает перед нами в трех ролях. Вы должны для себя сделать вывод. Является ли герой-жертвой, убийцей, либо просто свидетелем? Честно скажу, до последнего были сомнения, и когда я увидела концовку, я была поражена, особенно была поражена действием главного героя Поэтому, если вы смотрели этот сериал, пишите ваши комментарии, ваше мнение по поводу этого сериала Если вы еще не смотрели, вам стоит посмотреть, там пока что вышел первый сезон, всего 12, по-моему, серий, он коротенький Второй сезон снимает, он должен выйти, по-моему, летом Так что, если вам нравятся такие сериалы, если вам нравится поломать голову, является убийцей, этот герой-убийцей, либо нет Пожалуйста, этот сериал для вас Следующий сериал называется «Мыслить как преступник» Этот сериал я тоже недавно для себя открыла Там тоже вышло уже, по-моему, 10 сезонов Это наподобие как «Сиасай», честно скажу Я смотрю это все по каналу Fox Live У меня определенный график, я смотрю этот сериал вечером Он идет, это в 11 Сериал очень интересный, там слишком много персонажей Каждый раз, естественно, новое убийство Бывают иногда взаимосвязанные убийства Вам сразу покажут убийцу И покажут, по какой причине, как он действует С чем связано его, допустим, поведение Иногда убийца, ну, допустим, обычный человек Он, например, был военным Знаете, то, что у многих военных есть травма, посттравма И в один прекрасный день его просто переклинило И он, допустим, не узнает своих родных Он видит маму с папой, но говорит, что это клоны Это не они, где мои родные И убивает своих родных И потом показывают, в чем связь была Почему такая причина И, честно скажу, иногда серии просто потрясают до ужаса Если задумываться, что на самом деле такие люди есть И в Америке, и даже, возможно, в России у нас То это ужасно Некоторые серии там, где маленькие дети И я ведь очень тяжело смотрю их Потому что у самой теперь сына И еще больше щемит сердце от того, что иногда видишь Но сериал стоит того Стоит своего времени И серии идут минут по 30-40 Так что, если вы любите CSI Если вы любите сериалы наподобие Кости То вам подойдет Кстати, сериал Кости мне не очень понравился Потому что, чтобы его посмотреть нормально Нужно начинать с первого сезона А мысли как преступник Можно, в принципе, начать с любого сезона И вам все будет понятно А вот в Костях нужно от первого сезона до последнего А там качество очень-очень плохое И я не могу заставить себя сидеть И смотреть вот совсем-совсем плохую картинку Следующий сериал называется Castle Я думаю, его многие уже видели О нем слышали И так это писатель Который помогает раскрывать убийство Знаете, такой а-ля современный Шерлок Холмс С... Я даже не знаю С Стивеном Кингом вместе На самом деле веселый сериал Я его смотрела Сначала я его не хотела смотреть Меня подсадила на него моя мама И, знаете, ничего Так, я думала, будет хуже Ну, вот если сравнивать Костей и Castle Castle мне понравился намного больше Пожалуй, из таких вот страшненьких Про убийство это все Следующий сериал, который я хотела вам порекомендовать Он также тоже уже Много сезонов Прошел, по-моему, сезон в пять Сериал, по-моему, отняли до конца Я просто еще пока его не досмотрела Я его тоже смотрю по каналу Fox У меня Fox и Fox Live Называется, говоря, сейчас призраками Я думаю, многие его видели Приятный, легкий сериал Его можно смотреть Вот я его начала смотреть с первого сезона Даже с учетом того, что сериал был отснят в 2007 году Картинка приятная Приятно смотреть Мне очень нравятся персонажи Мне нравятся актеры Актерский состав очень Очень-очень Очень приятный Вот, я думаю, вам понравятся серии Ну и к тому же, это, не знаю, какая, знаете, отсылка К моему детству Когда я смотрела Зачарованных Вот это вот про мистику Там нет такого прям депрессника Поэтому, я думаю, многим, кто скучает по своей молодости Стоит посмотреть данный сериал Это что-то вроде Баффи-охотницы за вампирами Вот, мне с этим было сравнение А, ну и последнее, я просто не помню Говорила я в предыдущем видео про него Либо нет Это я зомби, а зомби Ой, честно скажу Когда я смотрела первый сезон Меня затянуло намного сильнее Во втором сезоне Я как-то уже так поспокойнее его смотрю Поэтому он как-то, ну, знаете На последнем месте в моем списке Потому что И честно скажу Я ожидала немного больше Вот этого сериала Но так как он смотрит по комиксу То тут уже, извините Далеко от сюжета тоже не уйдешь Поэтому, если вы смотрели Что-то из этого перечня Из моего списка небольшого Пишите ваши комментарии Делитесь вашим мнением Возможно, есть какие-то сериалы Которые я не видела Что-то похожее Я постараюсь посмотреть Так как времени сейчас в обрез Но я стараюсь удерять времени По крайней мере тому, что Да, по кабельному показывают Ну и да Честно признаюсь Честно признаюсь Я смотрю сериал по СТС Вот эти мамочки Порой, честно признаюсь Опять же Есть такие моменты Которые правда Это реалии, наверное, жизни Но с другой стороны Это все-таки Экраны Это кино Там где-то есть Посмеяться Плакать я там не плачу Вот так, знаете Пока делаешь Подумываешь что-то Либо сидишь с ребенком на фоне Посмотреть сериал Подойдет А так Не знаю Не настолько он меня прям затянул На этом, пожалуй, все Спасибо за ваше внимание Оставайтесь со мной Подписывайтесь на мой канал Пишите Ставьте лайки Делайте репосты Да, и скоро будет конкурс Он будет, скорее всего, после январских праздников Потому что все-таки Эти трасты большие в этом году И, к сожалению, на данный момент Я пока что не могу себе позволить Делать такие щедрые Щедрющие подарки вам Но В ближайшем времени Уже число, наверное, после Десятого Одиннадцатого Я сделаю конкурс Один будет для Вас, любителей сериалов И второй, наверное, будет конкурс Уже для мамочек Но об этом уже отдельное видео будет Всем спасибо Всех люблю Пока-пока